Привет, друзья! Мы сегодня решили посетить кафе «Провинция», который находится в городе Гомеле, по улице Косарева. В интернете отзывы об этом заведении достаточно разные, колеблются от хороших до плохих. Собственно говоря, проверим сегодня и узнаем, как же так, хорошо или плохо. Паникали? Вот это козерог же. Ее, что у нас сейчас присутствует? Мы стоим здесь уже энное количество времени, да, вот с этими прекрасными запорами. Нас никто не спешит раздевать, обслуживать, поэтому, видимо, отслуживают людей на ступочках, весь от их кафтанщики, крутофанщики. Вот мы сели на улице минус 20, холодно. Здесь вроде бы тепло, хотя мы сидим возле окна, чуть-чуть поддувает, но, в принципе, это никак на качество, не знаю, количество тепла в заведении не влияет. Напомню, заведение называется «Провинция». Похоже, что мы находимся где-то в деревенском кабаке, подковы, луковички, чесночки, бутафорские, ступы. Баба и газа было, видимо. Нам пока никто не подошел. Ждем. Сидим около уже пяти минут, меню нам пока не принесли. Ждем дальше. Мне наконец-то принесли меню, и я даже знаю, что я закажу. Закажу я птицу в золотистой корочке и картофель, запеченный с грибами. А запью я это все дело томатным соком. Моим любимым. А меню здесь прям настоящий ребус. Попробуем, да, и какая здесь цена. Какой хочешь, такое вписывай. Это я прям не знаю. Вот где нету, понятно, нету. Но это же есть по всей медиа-посцентре. Что это? Ну, здравствуйте. Девушка, пожалуйста. Картофель запеченную с грибами, одну поясню, так. И мы имеем полное право, общественное место. И птица в золотистой корочке, тоже одну корочку. И томатный сок в стаканчик. Спасибо. Пока мы сидим и ждем в зале заказанном, включили волшебные праздничные фонарики. И чтобы не терять время даром, мы сходим в санузел, помоем наши руки перед едой и запомнили. Проверяем, что здесь есть и чего здесь нету. Туалетная бумага – это единственное, пожалуй, что здесь есть. Потому что слив это нужно снять отдельно. Вот какой прекрасный. То есть, потяни за веревочку. Оно и смоется. Вот. Пол трогать вообще просто бесполезно, потому что невыраженным взглядом видно, что здесь, в принципе, грязно и кошмарно. По поводу запаха, я промолчу. Вроде бы не сильно противно, но... Так, мыла нет вообще. Есть вот такое чудесное мыло, которое, в принципе, по гигиеническим нормам. Трогать нельзя и в общественном месте пользоваться не рекомендуется. Водичку проверяем. Показано горячее, течет холодное. Показано холодное, течет еще более холодное. Сушилка. Сушилка теплая. Ну что, проверим подоконник на наличие пыли. К сожалению, у меня нет белой перчатки. Это у меня есть помощница в любой ситуации. Салфетка. Белая салфетка. О май гад. О май гад. Это ужасно. Это ужасно. Я хочу, может, это просто с моей стороны вот так вот получилось? Случайно, абсолютно. А с этой стороны все чисто. Ну вдруг. Нет, с этой стороны еще более грязно. А пока нам готовят блюда, мы решили проверить, как работает запасный пожарный выход. Отлично. Дверь открывается, но тут есть еще одна, которая закрыта на ключ, и выйти на улицу невозможно. Запасный, опасный. Спасибо. Спасибо, спасибо. 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 Как видите, нам принесли блюда, приборы, столовые, завернутые в салфеточку. Блюда украшена соусом. Не знаю, принято ли здесь так, либо же это по случаю нашего прихода, оно так украшено. Будем надеяться, что так всегда, независимо от того, что здесь люди с камерой и с микрофоном. По объему, вроде бы как, соответствует заявленным пропорциям. И котлетка мясная такая же, вроде бы большая, сколько там было, граммов 120. Ну и порция картофеля, тоже вроде бы как большая. Ну попробуем. Let's begin. Ну, мягкая. Не соленая. Вообще не соленая. Картошечку попробуем. Ой, да, пропеченная сильно, я хотела ее разрезать, она же развалилась у меня. Под ножом. Ну, картошка мягкая, вкусная, соленая, пряная. Может, она специально так сделана. Не добавили сюда соли. Сюда, вроде бы, нормально. Чтоб был баланс. Я еще не пробовала грибов. Они тут есть, видно. Иногда так бывает, частенько в заведениях пишут грибы, а их там только стружка. Грибы тоже вкусные. Кушать можно. Приятного мне аппетита. Нам принесли счет по нашему требованию, просьбе вот такого вида. В общем, блюда недорогие. Картофель с грибами одна штука, стоила 2,33. Птица в золотой корочке тоже одна штука, 3,91. 91 копейка, соответственно. И сок томатный одна штука, 0 рублей 52 копейки. Итого счет составил сумму 6,76. Это, в принципе, недорогие. Мы позвали администратора, хотели пообщаться с ним по поводу наших недочетов, которые мы обнаружили в данном заведении. Пришла официантка, которая обучила нашу колику, сказала, что администратор уже отсутствует. Он был только до 8 часов вечера. И ушел или ушла. Поэтому к нам сейчас подойдет старший официант. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое. Вы старший официант? Где вас? Здесь находится прекрасная салфетка. Это вот было вот прямо вот здесь вот. Я протерла. И вот эта вот прекрасная штучка, это вот отсюда. Ну, честно говоря, не очень приятно, не гигиенично, как минимум. Пожарный выход, он как бы просто чисто декоративный, наверное, у вас в заведении. Он закрыт. Выйти отсюда невозможно. Эта дверь передняя, бутафорская, открывается. А дальше ключ. Ключа нет. Не дай бог что, и как покинуть людям заведение. Ну, по пожарным нормам, должны легко посетители открыть в любой момент дверь. Еще момент по поводу санузла вашего. Жидкого мыла нет вообще в принципе. Оно отсутствует. Брусок только и по гигиеническим нормам. Ну, посетители могут подцепить друг к другу какую-нибудь бяку. Это тоже как бы не очень хорошо. Не обнаружили на дверях санитарный лист, уборки помещения. Ну, и, конечно, сливы тоже очень прекрасные, за которые браться не очень-то и хочется. Работает не тут подвеслась. Да, и сливы тоже. Ну, и сливы тоже. Да, и сливы тоже. Мне надо этим работать. Я работаю на силик. То есть, а в какой момент можно сюда еще раз прийти и проверить, что у вас будет теперь все в полном порядке? Какое все облегается на это? Ну, в течение, наверное, недели. То есть, если мы через неделю придем, у вас прекрасно, подоконники чистые. Пожарный выход будет открыт. Я думаю, что к следующему понедельнику будет все хорошо. Хорошо. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Все наши замечания администрация данного заведения обещала исправить в течение недели. А мы, в свою очередь, вернемся сюда ровно через неделю и проверим. Всем пока. Но за столом трое, а зубочистки только две. Оставься иди. И снова здравствуйте. Как мы и обещали, спустя некоторое время мы возвращаемся в такую провинцию, в городе Гомеле, которая находится по улице Косарева. Правда, мы говорили, что вернемся сюда неделю спустя. Мы возвращаемся чуть-чуть позже. Так даже интереснее. Посмотрим, как нас ждут, не ждут, исправили, не исправили. А мы сразу и пойдем в туалет. Все для нас открыто. Проходим. Уходим. Итак, туалет. Сам узел. Что изменилось? Изменилось. Запах стал приятней. Слив, это опять-таки нужно показать, изменился. Трещины по-прежнему есть, но его все-таки починили в конце концов. Туалетная бумага есть. Тут чисто. Грузит, вот я не проверять, рукой не буду. Жидкое мыло появилось. Страшный брусок зеленого цвета исчез. Сушилка по-прежнему работает. Есть теплая вода, ребята, появилась теплая вода. Ну, прям чудо, праздник. А графика уборки по-прежнему не появилась. Слив, это работает пожарный выход. Он должен быть открыт здесь и там. А он по-прежнему закрыт. Проверим подогонники на наличие брусок. Сегодня у нас будет Наталья с нами. Здравствуйте. Пожарный выход запасный. По-прежнему закрыт на ключ. Что вы можете сказать по этому поводу? Эти причины устраняются. Надо немножко еще времени по этому вопросу. Мы разговаривали с директором. Все будет устранено в самые-самые ближайшие сроки. То есть, ну, до какого времени нужно ждать? Пока случится, не дай бог, происшествие? Через пару дней будет все у нас. То есть, нам опять нужно будет посетить вас снова и проверить, да? Можете зайти через пару дней. И что произойдет через пару дней? Все будет. У нас, наверное, будет зафиксировать где-нибудь замечание, нет? Нет, все будет устранено, все будет, да. Все будет нормально. Итак, попробуем подвести итоги нашего контрольного посещения. Как и провинция, которая, напомню, находится в городе Домире по улице Косарева. Что касаемо санузла. Слив появился. Жидкое мыло появилось. Вода теплая появилась. И вроде бы образовалась какая-то даже там чистота. А что касаемо зала, пыль на подоконниках отсутствовала. Что, несомненно, радует. Пожарный запасный выход. Он по-прежнему не функционирует. Он закрыт на ключ. Поэтому я обращаюсь к органам государственного пожарного надзора. Зайдите, пожалуйста, в гости. Навестите кафе «Провинция», который находится в городе Гомеле по улице Косарева. Контрольная проверка закончена. С вами была Наташа Богданова. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова